Турция продолжает наступление на курдов на северо-востоке Сирии. Десятки человек погибли, ещё тысячи бежали. Анкара нацелилась на альянс демократических сил Сирии. Он был союзником США в борьбе против запрещенной группировки ИГИЛ. Однако недавно Вашингтон принял решение вывести свои войска из страны, оставив альянс без поддержки. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, погибло не менее 23 курдских боевиков и шестеро бойцов из сирийской повстанческой группы, которую поддерживает Турция. Также центр сообщает, что в результате авиаударов турецких истребителей по позициям боевиков в Сирии погибло девять гражданских. Тем временем Турция говорит об ответном обстреле сирийской территории, в результате которого в нескольких приграничных городах погибло семь человек, включая девятимесячного ребёнка. Ещё 70 были ранены. Президент Турции Тайп Эрдоган говорит, что ведёт наступление, чтобы создать на границе буферную зону. Туда он планирует переселить сотни тысяч сирийских беженцев, которые пока остаются на территории Турции. С другой стороны, Анкару обвиняют в том, что она пытается воспользоваться ситуацией и нанести удар по своему давнему противнику. С курдами она сражается последние 200 лет, а курдские военизированные группировки в Турции считаются террористическими. Дональд Трамп в своём твиттере написал, что будет действовать по одному из трёх возможных вариантов. Цитата. «Мы можем отправить войска и одержать военную победу, нанести Турции очень болезненный экономический удар санкциями или добиться соглашения между Турцией и курдами». Глава НАТО призвал Турцию к сдержанности. «Я уже говорил. Я рассчитываю на то, что Турция проявит сдержанность и удостоверится, что её действия на севере Сирии обдуманные и соизмеримые, что она не причинит людям ещё больше страданий. Нам нужно помнить, что мы вместе должны выступать против нашего общего врага – ИГИЛ». Ранее ООН также призвала все стороны конфликта прекратить противостояние. Западные страны опасаются, что боевики исламского государства, захваченные в плен, могут воспользоваться развернувшимися боями и бежать из центров заключения. На Таймс-сквер в Нью-Йорке стихийный протест климатических активистов закончился массовыми арестами. Сюда вышли члены радикальной организации Extinction Rebellion, которая в настоящее время проводит акции по всему миру. Они перекрыли движение автомобилей лодкой, выкрикивали, океаны поднимаются и мы тоже. Название движения переводится как «Восстание против вымирания». Его главная идея в том, что изменение климата вызвали люди и что мир уже скоро ждёт неминуемая катастрофа. «Важно выходить, поскольку при нынешней ситуации мы все движемся к вымиранию». Впрочем, есть и другой лагерь. Многие учёные считают, что изменение климата процесс закономерной и глобальной катастрофой пока не грозит. Протестующие простояли на Таймс-сквер около двух часов. Потом их увела полиция. В общей сложности арестовали 62 человека. Между тем, в Лондоне члены той же организации попытались оккупировать аэропорт. Они приклеили себя клеем к зданию терминала и танцевали на его крыше. Нескольким протестующим также удалось подойти к взлётно-посадочным полосам. Один забрался на самолёт, второй перекрыл дорогу другому воздушному судну. Изначально их целью было на три дня заблокировать работу воздушной гавани. Однако в итоге активистам так и не удалось добиться отмены рейсов. Многие люди недовольны действиями протестующих, поскольку те нарушают нормальную жизнь и приносят большие убытки. Сирийские власти направили войска к границе с Турцией. Они заключили соглашение с курдами на севере страны, чтобы помочь остановить наступление Турции. Об этом сообщило сирийское информационное агентство САНА. Предположительно, новая коалиция хочет также освободить города, уже захваченные турками. Между тем, на стороне Турции воюет оппозиционная свободная сирийская армия. Недавно она сообщила о том, что при поддержке турецкой армии освободила город Эт-Эль-Эль-Абьят. Он был одной из главных целей Турции, которая 9 октября объявила о начале операции источник мира. «Мы освободили Эт-Эль-Абьят полностью. Слава Богу, наши бойцы в безопасности. Спасибо за помощь нашим турецким братьям». Как говорит президент Турции Тейп Эрдоган, он хочет выбить курдов из приграничной зоны на севере Сирии шириной около 30-35 километров и создать там буферную зону. Туда он планирует переселить сотни тысяч сирийских беженцев, которые остаются в Турции. С другой стороны, в результате боёв уже около 130 тысяч человек были вынуждены бежать из своих домов. Об этом сообщает ООН. Большинство жили в районе Эт-Эль-Абьята, а также города Рас-Эляйн. Там же в Рас-Эляйне был совершён авиаудар по конвою, в котором были курдские боевики, гражданские лица и журналисты. Об этом сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. По его данным, погибло не менее 14 человек, было ранено около 10. Конвой следовал из города Эль-Камашлы, чтобы помочь сдержать наступление Турции. Напомним, ЕС призывает Эрдогана остановить военную операцию, а президент США Дональд Трамп ранее сказал, что если Анкара поведёт себя с курдами негуманно, то её ждут экономические санкции. На парламентских выборах в Польше, которые прошли 13 октября, побеждает правящая партия «Право и справедливость». По предварительным результатам у неё более 45% голосов избирателей. Таким образом, консерваторы улучшили свои позиции по сравнению с предыдущим голосованием и получат в Сейме не менее 239 мест из 460. То есть у них будет абсолютное большинство. «У нас есть все основания для радости, поскольку, несмотря на сильный фронт, который нам противостоял, мы смогли победить. И есть все признаки, указывающие на то, что так и будет продолжаться. А если это так, то хорошие изменения будут тоже продолжаться». На втором месте, согласно подсчётам, либерально-консервативная партия «Гражданская платформа», основанная Дональдом Туском. У неё более 25% голосов избирателей. Её лидер Джегош Схэтына пообещал оставаться в оппозиции, а также победить на предстоящих выборах президента. «Хочу сказать, что у нас ещё всё впереди. Приближаются выборы президента. И мы к ним подготовимся, чтобы одержать победу. Это мы вам обещаем». Союз демократических левых сил получил более 11% голосов избирателей и прошёл в Сейм. Четыре года назад из-за большой фрагментации он не смог получить ни одного кресла. За ним идёт Польская народная партия, а также Союз евроскептиков и националистов – Конфедерация. Явка избирателей составила 61%. Это самый высокий показатель за последние 30 лет. На улицы Барселоны вышли тысячи человек. Они протестуют против решения Верховного суда Испании, который приговорил девятерых сепаратистских лидеров Каталонии к тюремным срокам от 9 до 13 лет. У полицейского управления в Барселоне правоохранители попытались разогнать людей. В результате произошли стычки. Кроме того, протестующие заблокировали трассу к международному аэропорту Эль-Прат. Они также вступили в стычки с полицейскими в терминалах. По словам демонстрантов, это только начало. «Мы вышли на мирные протесты за несправедливого и неприемлемого решения суда. Протесты только начались. Мы продолжим их до тех пор, пока не добьёмся своей цели – независимости». В Мадриде решение суда поддержали. «Это правильное постановление. Я считаю, что если они виноваты, то должны за это ответить». Стремление к независимости в 2017 году вылилось в запрещенный референдум в Каталонии и непродолжительное объявление в одностороннем порядке об отделении от Испании. В результате Мадрид установил в регионе прямое управление. Девятерых каталонских лидеров признали виновными в мятеже. Ещё троих обвинили в неповиновении, но к тюремным срокам не приговорили. При этом все они избежали самого серьезного обвинения в попытке государственного переворота. Верховный суд Испании также выдал европейский ордер на арест Карлиса Пучдимона. Ранее он был региональным лидером Каталонии, а сегодня живёт в добровольном изгнании в Бельгии. Он назвал это решение зверским и призвал жителей региона выходить на протесты. «Решение Верховного суда в отношении членов правительства, парламента и важных социальных органов Каталонии подтверждает стратегию репрессии и подавления всех тех граждан, которые шли к своей цели по пути демократии. Осудив их, они осудили более двух миллионов человек, которые проголосовали на референдуме 1 октября». В свою очередь, правительство Испании уже объявило, что готово снова взять Каталонию под прямое управление, если нынешние лидеры региона также нарушат закон. Столица Эквадора Кита приходит в себя после ожесточённых стычек силовиков с протестующими. В воздухе ещё висит запах слезоточивого газа, а местные жители собирают мусор. Протестовавшие индейцы вернулись в Анды и амазонскую низменность после того, как президент Ленин Морена отозвал указ об отмене топливных субсидий, чего и требовали протестующие. В последние дни власти особенно жестоко подавляли демонстрации. За почти две недели протестов погибло не менее семи человек, 1300 получили ранения, более 1100 задержаны. «Верните детей нашей семьи, не возвращайте их мёртвыми, пусть они вернутся живыми. Несчастная молодёжь, мы пришли защищать людей, а не для того, чтобы нас убили». Ранее президент Эквадора в обмен на финансовую помощь выполнил требования МВФ и отменил субсидии на топливо с 3 октября. Бензин и дизель сразу подорожали на 120%. С протестами вышли работники транспортных компаний, а также коренные народы, которые сильно зависят от дешёвого топлива. Позже лидер транспортного профсоюза объявил об отмене демонстраций, но индейцы пообещали протестовать дальше и добиваться отмены указа. «Указ 883 аннулирован. Это будет подтверждено сегодня или завтра. Цены на бензин, дизельное топливо и на общественный транспорт должны будут нормализоваться. Это означает, что мы отстаивали интересы не только коренных жителей, но и всех эквадорцев». Ранее Морена обвинял в организации протестов экс-президента Эквадора Рафаэля Кареа и венесуэльского социалиста Николаса Мадуро. Он вёл в стране чрезвычайное положение и комендантский час. Правительство переехало из Кита в Гуайакиль. Теперь Морена отменил все введённые меры. «Транспорт снова функционирует в городах и провинциях. Дороги открыты и продукты разводят по городам. Аэропорты работают в обычном режиме. На нефтяных месторождениях возобновилась работа. Дети снова пойдут в школу». Президент обещает принять новый закон о топливных субсидиях, который сначала обсудит с лидерами индейских общин и представителями других заинтересованных сторон. Германия намерена увеличить расходы и при этом не будет создавать новый долг. Об этом сообщил министр финансов страны Олаф Шольц. По его словам, Берлин будет придерживаться правил для сбалансированного бюджета. «Наш федеральный бюджет работает без создания нового долга. Наши огромные инвестиции и фискальные правила, нацеленные на расширение, в последние годы не создавали нового долга. Мы планируем продолжать так и в будущем». Глава Министерства финансов Германии добавил, что в случае серьёзного спада реакция будет эффективной. «Перед нами стоит много задач. Конечно, в случае экономического кризиса, который пока не виден на горизонте, мы можем задействовать любые фискальные меры». В ближайшие дни в Вашингтоне должна состояться встреча министров финансов стран мира. На ней обсудят, как лучше всего реагировать на замедление темпов роста мировой экономики. Ведущие экономические учреждения Германии ранее в этом месяце призвали правительство Ангелы Меркель отказаться от бюджетной политики создания нового долга, если показатели роста ухудшаются. В настоящее время страна вошла в фазу небольшого экономического замедления из-за торговых конфликтов, неопределённости вокруг Брексита и других политических рисков, например, операции Турции на севере Сирии. Однако, по словам главы финансового ведомства, экономический кризис Германии пока не грозит. В курдскую автономию Ирака прибыли 200 беженцев из Сирии, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за наступления турецких войск. Они пересекли границу в районе провинции Дахук и разместились в лагере беженцев Дамис. «Власти не позволяли нам пересечь границу. Мы пришли сюда нелегально. Мы с детьми долго шли пешком. Мы очень устали». «Мы пришли сюда, но наши родственники ещё не добрались. У них очень плохая ситуация. Среди них есть старые больные. Мы призываем президента Башара Асада открыть границу, чтобы больные могли пройти». Турция объявила о начале военной операции на севере Сирии 9 октября. В тот же день сирийские ВВС атаковали курдские позиции на сирийско-турецкой границе. Турция считает курдские отряды народной самообороны террористической организации и хочет создать буферную зону для защиты своей границы. Также в случае успеха военной операции президент Таип Эрдоган планирует переселить туда 2 миллиона сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции. По данным ООН, боевые действия вынудили бежать более 160 тысяч мирных жителей. Курдская благотворительная организация направила в Сирию 30 грузовиков с гуманитарной помощью. «Наша цель – отправить этот груз переселенцам, которые из-за последних событий покинули свои дома». Военную операцию Турции осудили Евросоюз и США, а также несколько арабских стран. Соединённые Штаты ввели санкции против турецких министров обороны и энергетики. Ограничительные меры также распространились на троих турецких министров. Президент США Дональд Трамп сказал, что американские войска почти полностью покинули регион на севере Сирии, где свою военную операцию начала Турция. Она выступила против курдов, которые на стороне США против запрещенной группировки ИГИЛ. Пока приблизительно тысячи американских военных переместились на две базы на территории Сирии. Вскоре их на самолётах начнут переправлять домой. Критики говорят, что решение Трампа вывести войска дало Турции зелёный свет для нападения на курдов. В связи с этим Палата представителей американского конгресса большинством голосов даже приняла резолюцию, которая осуждает решение президента. Однако Дональд Трамп говорит, что США не обязаны защищать границу чужого государства. «Это не наша земля. Турция напала на Сирию. Если это так, то это проблема Турции и Сирии, а не Турции и США». Впрочем, в Анкару прибыли высокопоставленные чиновники из Вашингтона, чтобы попытаться договориться с турецкими властями. Они хотят добиться соглашения между Турцией и курдами. В противном случае Дональд Трамп обещает новые санкции. «Сирия ведёт переговоры с Турцией. Мы также с ней ведём переговоры. Мы наложили на неё масштабные санкции. Если честно, они работают лучше, чем бои». Между тем, Турция продолжает наступление. Недавно обстрелу подвергся сирийский город Рас-Эляйн. Анкара также говорит, что готовит ответные меры в отношении США. «Как сообщило наше министерство иностранных дел, мы отреагируем на любые санкции. Министерство уже готовится. Оно над этим работает. Турция не оставит эти действия без ответа». Президент Турции Тайп Эрдоган заявляет, что ведёт наступление, чтобы создать буферную зону и переместить в неё сотни тысяч сирийских беженцев, которые остаются на территории Турции. Тем временем ООН сообщает, что из-за боёв свои дома были вынуждены покинуть уже более 160 тысяч человек. Вой сирен, баррикады и нападение на полицию. Мирная демонстрация в Барселоне к ночи переросла в насилие. Протестующие устраивают поджоги, забрасывают полицейских коктейлями Молотова и бросают камни в их машины. Силовики в ответ стреляют резиновыми пулями, пускают в ход дубинки и слезотащивый газ. Масштабные протесты в Каталоне начались 14 октября, сразу после приговора девятерым каталонским политикам, причастным к организации референдума о независимости автономии. Они получили тюремные сроки от 9 до 13 лет. Подсудимых признали виновными в подстрекательстве к мятежу. Почти все они назвали обвинения ложными. Десятки тысяч каталонцев потребовали освободить своих лидеров, назвав их политическими заключёнными. Однако мирные демонстрации закончились беспорядками и стычками с полицией. По всей Каталонии пострадало не менее 50 человек. Глава правительства региона потребовал прекратить насилие. Он заявил, что вандализму оправдания нет. «Поступать против несправедливого и ошибочного приговора – это нормальный, хороший поступок. Начавшиеся марши за свободу – яркий тому пример. Никто не отберёт нашу способность двигаться вперёд. 1 октября мы победим государство без всякого насилия. Такое приносит пользу всем. Я повторяю – спокойствие, решительность, вежливость и никакого насилия». Референдум о независимости Каталонии прошёл в 2017 году. Власти Испании признали его незаконным. Каталонское правительство в одностороннем порядке объявило об отделении региона. После этого испанское правительство ввело прямое управление и отправило в отставку женералитет во главе с его президентом Карлесом Пучдимоном. Сейчас он находится в добровольном изгнании в Бельгии. Суд Испании 14 октября выдал европейский и международный ордер на его арест. Политика обвиняют в мятеже и растрате государственных средств.